Вы смотрите актуальное интервью, я Олег Иссеев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин одной из приоритетных задач здравоохранения обозначил сокращение избыточной бумажной работы врачей и увеличение времени их работы напрямую с пациентами, а также создание более комфортной среды в поликлиниках для самих пациентов. В ноябре 2016 года в Ярославской и Калининградской областях и в Севастополе был запущен экспериментальный проект «Бережливая поликлиника». Его реализует Федеральный Минздрав, Фонд обязательного медицинского страхования и Госкорпорация «Росатом». В мае 2017 к пилотным регионам присоединились два медицинских учреждения Ставрополя, консультационно-диагностическая поликлиника и детская поликлиника номер два. Что это за проект? В чем его цели и задачи? Как он реализуется сегодня? В актуальном интервью расскажет главный специалист-терапевт отдела медицинской помощи взрослому населению Минздрава Ставропольского края Наталья Андреевна Рубанова. Здравствуйте, Наталья Андреевна. Добрый день. Что это за проект? Зачем он нужен? Что он принесет нам, пациентам? Как Вы уже сказали, проект «Бережливая поликлиника», который был пилотным в ряде регионов России, теперь стартовал и у нас в Старопольском крае. И по реализации проекта пилотных территорий оказалось, что уменьшилось время пребывания пациента в поликлинике. Именно он направлен на ценное пребывание в поликлинике пациента. Увеличилось время работы врача с пациентом, улучшились комфортные условия. И само слово «бережливая» означает этот процесс без лишних потерь, он основан на экономическом расчете. И непосредственно направлениями нашего проекта федерального «Бережливая поликлиника» является оптимизация внутренней логистики поликлиник, разделение потока пациентов, также переспределение нагрузки между как врачами, так и средним медицинским персоналом, переход на электронный документ оборот, сокращение бумажной документации, также является создание открытой регистратуры. Сами поликлиники преображаются. И организация профосмотров, и диспансеризация, диспансер наблюдения по принципам непрерывного потока пациентов. Это Вы говорите уже о нашем крае? И о нашем крае, потому что идет реализация этого проекта на всех уровнях поликлиники, и вот как раз по этим направлениям. Ну вот сейчас, зайдя в поликлинику, пациент, как может увидеть, что этот проект работает? Очередей стало меньше? Во-первых, сразу поликлиник заходит, ведет открытую регистратуру. Непосредственно, чтобы реализовать этот проект, образовались у нас проектный офис, как в Минздраве Старопольского края, так и офис в самих поликлиниках. Было проведено анкетирование как пациентов, так и анкетирование самих медицинских работников. Были выделены те основные моменты, которые нужно притворять в первую очередь. Оказалось, что у нас самое большое количество скопления людей, самое большое очереди – это в регистратуре. И это было одним из направлений оптимизации регистратуры. Кроме того, я вас перевью, это можно было наблюдать невооруженным взглядом, например, в юго-западном районе нашего города, в поликлинике. Утром люди занимали в 6 часов утра, и уже к открытию поликлиники скапливалась достаточно большая толпа народа перед входом. Сейчас такое есть или уже… Это уменьшается. 6 поликлиника, она у нас с ней в пилотном проекте. Но все равно же как-то проецируется на… Да, это уже поликлиника, которая будет тиражироваться. И с учетом того, что у нас, когда выстроится новая поликлиника, в 6 поликлинике этого не будет, то, что сейчас наблюдается. Также хотелось бы отметить, что с учетом того, что у нас резервация идет данного проекта, выделило второе проблемное место – это работа процедурного кабинета. То, что касается детских поликлиник, то здесь также одним из направлений – это оптимизация работы регистратуры, и второй – это оптимизация специализированного приема новорожденных. Одним из принципиальных моментов реализации данного проекта является система 5С, которая настроена на таких основных принципах, которые являются ключевыми в организации. Это организация рабочего пространства, организация рабочего места и такие принципы таковы. Это сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй. Непосредственно это правильная расстановка мебели в кабинете, расстановка оргтехники на рабочем столе, непосредственно также расстановка бумажных документов, систематизация всех компьютерных файлов, визуализация в самой работе всего кабинета. Даже если нет врача или он заболел, пришел другой работник, он должен в течение 30 секунд сразу определить, где что находится. Этот, в общем-то, принцип 5С мы должны применять даже и у себя в семье и быту. Ну вот, если честно, для меня это прозвучало несколько неожиданно. Вот последнее, о чем вы говорили, о порядке на рабочем столе. Я думаю, что каждый человек на своем рабочем столе должен содержать порядок и разложено все и в компьютере, и на столе должно быть так, чтобы ему удобно было работать. Это значит, что врачи не умеют раскладывать, что ли? Нет, врачи все умеют раскладывать. Единственное, просто, знаете, правильно, именно направление, где-то от цвета, рабочий стол расположен правильно. То есть, такой немного фэн-шуй решили внести в работу врачей? Да, да, да. Даже непосредственно, даже где-то там урна для бумаг, непосредственно все папочки, он уже знает, например, зеленым цветом это его там паспорт участка, а красным цветом выделены другие документы. Это все помогает, потому что, чтобы все это притворить, проводилось кортирование процессов. Непосредственно определялось, где же у нас были потери. И оказалось, что это казалось бы мелочь, но, например, на столе 10 ручек, да, берет там 5 ручек, почему-то там не пишет или еще какие-то образы. А что для пациентов меняется? Я сейчас не говорю о кабинете врача и не говорю о регистратуре. Из регистратуры по дороге в кабинет доктора все-таки пациент проходит по коридорам, он ожидает где-то все равно приема врача в коридоре. Меня, например, эти коридоры всегда пугали. Вот с этими облезлыми кушетками, со стульями приходилось проводить там не один десяток минут. Как сейчас делается? Одним из направлений бережливой поликлиники, это как раз является создание комфортных условий для пребывания в поликлинике. Мало того, что у нас сокращается время пребывания в поликлинике пациента, точно так же и улучшаются условия его пребывания, остаются комфортные условия. Также у нас сейчас в поликлиниках развешаны специальные листы предложений и проблем, как для медицинских работников, так и для пациентов. Именно пациент может высказать, указать, какие имеются проблемы, и сразу же он увидит, когда эта проблема взята на вооружение, когда она будет реализована. Это в любых поликлиниках? Это в те поликлиники, которые у нас пилотные, те, которые будут у нас тиражироваться. Поэтому я хочу сегодня обратиться к нашим пациентам, чтобы они были активны, обращали на это внимание, потому что от их слова, от их пожеланий тоже зависит дальнейшее наше развитие. Ну вот вы знаете, Наталья Андреевна, все-таки мне хочется конкретики. Я такой достаточно дотошный человек. Возьмем ваши пилотные проекты, это константинная диагностическая поликлиника. Это вообще где? Константинная диагностическая поликлиника, у нас всегда народ ее больше знает, наверное, как седьмая поликлиника, располагается она у нас на улице Серова. Допустим, я пришел на прием в эту поликлинику, к какому-либо, допустим, даже к терапевту. Я захотел пить, где мне это сделать? Можно, кроме как в туалетной комнате. Комфорт для пациентов. Комфорт пациентов, это как раз установка кулеров с водой. Там они есть? Сейчас как раз уже написали одним из предложений об этом установить, и есть. На самом деле это очень важно, потому что, вот еще раз, чтобы действительно этот проект, как мне кажется, он приносил пользу и реализовался в том виде, в котором его задумали. Вот такие мелочи стоит учитывать. И мыло в туалете, и туалетная бумага, и кули для того, чтобы могли попить водичку. Потому что, ну, вот эти вот, в некоторых поликлиниках, в некоторых городах я это наблюдал. Остались даже вот такие совковые магазинчики с Кока-Колой и так далее. Это нужно все избавляться. Оно действительно соответствует каким-то стандартам. Согласны со мной? И самый главный стандарт, который мы должны для пациентов предоставить, это отношение к пациенту. Бережное отношение, бережливое отношение к пациенту. Ведь не секрет, что большинство жалоб от пациентов на работу медицинского персонала поликлиник в Министерство здравоохранения приходят как раз на эту тему. Как с этим обстоят дела? Да, и как раз бывают у нас действительно жалобы. Это нарушение этикодиантологии довольно большое количество. Непосредственно сама уже работа поликлиники, она настроена на том, что пациент обращается в регистратуру, регистратура становится открытой. Если пациент, во-первых, пациент имеется запись на прием к врачу как через инфомат, так по интернету, так при непосредственном обращении или через по телефону, то он уже сразу попадает, минуя регистратуру, непосредственно к врачу. Когда получается, что он тоже уже уменьшается контакт, естественно, он попадает к доктору. Здесь также мы обращаем внимание, что этикодиантологии – это очень важны. И, в принципе, работая в таких условиях, это будет действительно всегда на первом месте. Я сейчас не говорил о врачебном персонале, не говорил о докторах. Доктора в большинстве своем абсолютно нормально, адекватно разговаривают с пациентом, потому что понимают. Я говорил о младшем медицинском персонале, который работает в регистратуре, который работает в различных кабинетах процедурных, куда приходится. Вот как раз сейчас у нас увидели, почему же у нас как раз наблюдались вот эти проблемы в регистратуре. И регистратуру теперь, в общем-то, разделили на четыре уровня. Выделено место специально для картохранилищ. Отдельно выделены регистраторы, которые как раз находятся в так называемой открытой регистраторе, непосредственно контактируют с пациентом. Отдельно выделен колл-центр. Все телефоны теперь непосредственно в одном месте. И непосредственно также в самом регистратуре, а теперь сделано наше картохранилище, все амбулаторные карты, вся медицинская документация хранится в том, взяли опыт по библиотечному принципу. И здесь мы уже видим, что не будет регистратор тот же отвлекаться на какие-то другие моменты, он непосредственно занят пациентом. Тот, кто необходимо достать документацию, тот занят тем процессом. Обязательно у нас в открытой регистратуре находятся представители страховых компаний, которые тут же на месте сразу могут решить определенные вопросы. И сейчас настоящий момент, мы анализируем, у нас проводится еженедельное рабочее совещание о том, что достигнуто, какие имеются проблемы. И мы обратили внимание, что количество пациентов, которые записываются на прием врачу через информацию по электронной вели, их количество увеличивается. А на 15% увеличилось количество пациентов, которые непосредственно обращаются в регистратуру. Как очень коротенечко дела обстоят с электронными, пластиковыми полюсами, обязательное медицинское страхование, которое сейчас начали выдавать, они как-то помогают? Конечно, замена идет, и поэтому, пользуясь сегодня случаем, также обращаемся проводить замену пластиковым полюсов. Также одним из проектов бережливого производства у нас является и проведение диспансеризации. Если раньше у нас пациент на диспансеризацию обращался, процесс затягивается на несколько часов, то сейчас также увидели, что это можно все улучшить. Организованы кабинеты и отделения медицинской профилактики, и пациент напрямую, когда обращается здесь, и само прохождение первого этапа диспансеризации может уже проходить у нас в течение 40 минут, а если это раньше, было несколько часов. Это здорово на самом деле. Наталья Андреевна, к сожалению, время нашего эфира на исходе. У меня к вам последний вопрос. Лично к вам, как к специалисту, в планах Минздрава к 2022 году перевести на принципе бережливости 95% поликлиник страны. С вашей точки зрения, насколько эти планы реальны? Эти планы реальны. И у нас уже сейчас два пилотных поликлиники, и уже идет тиражирование в некоторых других поликлиниках. Это и Константинная поликлиника номер один города Ставрополя. И не только городские поликлиники, а также и районные. Например, и Изобильницкая районная поликлиника, Влагодарницкая районная поликлиника в пилоте. И более того, хочу сказать, что не только это будет амбулаторное звено переходить на бережливое производство, а также и стационары. Это здорово на самом деле, друзья. Я напомню, что сегодня в программе актуальное интервью на краевом телеканале СВТВ о проекте бережливая поликлиника рассказывала главный специалист-терапевт отдела медицинской помощи взрослому населению Минздрава Ставропольского края Наталья Андреевна Рубанова. Спасибо вам большое, что пришли, уделили время нашей программе. Я думаю, что информация будет полезна. Ну а я, Олег Исаев, прощаюсь с вами. Оставайтесь на своем. Продолжение следует...